Друзья, всем привет! С вами Ирина Витилару. Сегодня мы продолжаем кофейную ароматную рубрику, в которой я вам расскажу, какое молоко я предпочитаю использовать для кофе, покажу вам свой любимый многофункциональный капучинатор, может быть кому-то из вас такой пригодится, кто-то именно такую ищет для себя, и мы с вами заварим вкусный ароматный капучино. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте сразу лайк этому выпуску и включайте уведомления, чтобы не пропустить следующий. Кто давно за мной наблюдает, кто меня знает, в курсе, что я не употребляю коровье молоко и предпочитаю только овсяное. Перепробовав в Англии много разных брендов, больше десятка, я остановила свой выбор на этих трех пачках. Две из них фирмы Отли и третья фирма Момо. В чем особенность этого овсяного молока? Серая пачка это версия баристы, сделана так специально, чтобы пенка у вас однозначно получилась. И именно это молоко дает приятный сладковатый вкус. Это для тех, кто предпочитает посидеть на диете и отказаться от сахара. Замечательный вариант. Синяя пачка, она не является специальной версией для баристы, но тем не менее мой капучинатор дает тоже с этим молоком чудесную пенку. Это молоко тоже является версией баристы и на моей практике, на моем опыте с этим молоком получается самая высокая пенка. Такая шо, хочется облизаться как коту налакавшись молока. Кроме этого, в чем еще плюсы этих видов молока? В них нету консервантов, каких-либо загустителей и прочих вредных и ненужных для нашего организма добавок. Самый простой состав. Вода, овсянка и рапсовое масло. Плюс витаминки. Потрясающе ароматный кофе. Только открыла пачку. Кстати, когда я делаю кофе с молоком, я всегда предпочитаю кофейные зерна, обжарки четверки. Получается вкус более насыщенный, ведь как ни крути, молоко, оно всегда смягчает крепкость кофе. Итак, прежде чем взбивать молочко, нам что нужно? Приготовить, то есть заварить кофе. Друзья, что хочу еще вам порекомендовать, ведь сейчас наступают холодные месяца, осень, зима, весна, и мы все хотим как можно сильнее согреться. Здесь я вам тоже хочу дать рекомендацию. Вы можете в кофе добавлять согревающие специи, такие как гвоздика, корица, черный перец, кардамон, это может быть куркума, имбирь. Во-первых, они все полезные, согревающие, как делаю обычно я. Я их насыпаю в ступу, перемалываю и добавляю при заваривании кофе. Итак, мой любимый агрегат для взбивания молока. Он заслужил мою любовь, потому что у него есть аж четыре функции взбивания подогрева молока. Взбивание молока без подогрева, подогрев молока, подогрев молока со взбиванием пенки для латы и максимально много-много пенки для капучино. Кстати, друзья, хочу обратить ваше внимание, когда вы готовите капучино, то его предпочтительно подавать в широкой чашке. Если вы готовите латте, то выбирайте высокую. Какое же молоко мне сегодня выбрать? Давайте посчитаем на считалочке. Итак, эники-беники, ели вареники, эники-беники, бац! Мома! Режим ждуна, мой любимый. Взбивает около 75 секунд. Давайте посмотрим на пеночку. Мома! Наливаем ее в кофеек. А шипит-то как! Вау! С вашего позволения я сниму пробу. А что делать тем, у кого нет капучинатора или тем, кто не хочет вкладываться в него? Как же взбить молоко? Тут есть один лайфхак. Мы берем френч-пресс, наливаем туда молоко и начинаем его взбивать ручками. Тоже получится замечательная пенка. Проверим? А у кого нет френч-пресса? Черт побери! Придется во что-то выложиться все-таки. Вилки взбивать, как раньше, тесто в мисочках. Вилочкой-вилочкой. Ох, сколько молока! Придется позвать в гости кота. Кто же все это выпьет-то? Терпение и труд все перетрут. Опа! Холодное взбитое молоко. Вкусно! Друзья, честно, у первого раз делала, просто знаю, что так можно. Не могла не поделиться с вами. Напоминаю вам, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и только кофейному выпуску. Включайте уведомления, чтобы не пропустить следующий выпуск. Можете нажать на кнопочку «Спасибо» под этим выпуском, либо отправите донат, поддержать мое творчество, мой канал. И увидимся с вами в следующем интересном видео. С вами была Иринка Витиларо. Увидимся! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok